и снова здравствуйте всем привет блендер 283 не уже не 281 с 281 меня пока не палатки будет по этой теме ролик именно почему так или что произошло итак первое давайте рассмотрим позы для анимации какая поза подходит с какой лучше работать погнали мы имеем вот такие две позы первая поза это поза а почему а потому что вот вот таким вот образом если начертить то будет а также имеем позу уже понятно почему поза т потому что это буква т кривовато но буква т первым делом давайте рассмотрим позу т а потом позу а и еще несколько таких фишек она подходит именно для кульбитов для сложной анимации почему потому что руки вы видите разведены и вот эта часть вот именно подмышка вот здесь она не будет слипаться именно кости не будут притягивать к себе допустим вот эти ребра теперь давайте посмотрим какие анимации можно делать делать позой т позу т рассмотрели давайте рассмотрим теперь позу а сейчас я поближе и приближу вы видите какой тут скульпт и вот сросшаяся вот эта вот часть если делать ну как бы отдельно здесь вот вмять прорезать то уже будет ну вид как-то не очень тем более сзади находятся крылья находятся какие-то мышцы ну и в принципе руки здесь вот в такой позе у качка где-то так и должны быть если это будет допустим робот у него возможно будет ну вот какая-то вот тонкая деталь вот так вот здесь какие-то набалдажники здесь какой-то переход и вот эта часть допустим уходит на какую-то грудину на какую-то плиту вот эта часть уже не будет притягиваться вот этой соприкасаться и вот это будет хорошо но вот на данном персонаже здесь все сросшиеся и при анимации давайте посмотрим именно какая получится анимация имея вот такой вот вариант модели вот такая вот поза смотрим модель симметричная вот с одной стороны здесь тоже именно косяк сейчас возможно вот так будет виднее нет все таки нужно включить свет вот увидите что идет ломка вот это под мышками потому что кость кость тянет вот эту часть за собой ну просто соединилась так сказать близко было и потянул за собой вот эти вот вершины полигоны вот такая штука как с этим можно бороться или исправить веса веса именно так включаю видимость костей и так выберем модель выберем через shift кости выберем кости через shift выберем модель и зайдем в их paint рисование веса и вот здесь вот можно вот так вот используя вот эти вот кисти нарисовать и более-менее смягчить вот эту часть чтобы как-то ее постараться убрать ну убирать то убирает ну результат конечно не очень так теперь зайдем попроще сделаем выберем просто персонажа так можно выбрать кости пока их отключить выбираем персонажа и заходим скульптинг здесь вообще все видно вот такая гадость этого все шестьдец что произошло перешив можно все это было выгладить конечно все очень тут не хорошо теперь будет где-то можно долепить где-то подправить модель ну вот он получается вот такая гадость кость тянет за собой вот этот вот бок с этой стороны более-менее все радужно все нормально хотя модель симметричная ну вот разница бывает у такая с автоматической анимации именно получается по разному всем вот грудь потянула потому что грудь привязана именно вот плечу и плечо ушло и вот такая натяжка получилось это вот позы а вот такая штука получается с позы т такого косяка нет но так же автоматическая анимация это вставляется вы видите как вывернута кисть вот ее конечно тут тоже можно подправить именно костями как-то все подрегулировать ну в принципе результат лучше не станет вот что это кисть потому что когда вы сами делаете я уже в прошлых роликах показывал что настраиваете вот эти две кости на своем рейке и делаете настройку так чтобы когда вертелась кисть следовали вот эти вот кость инверс кинематик перекручивалась и за собой немного крутила вот эту кость плечевую настройка есть ссылку на этот ролик я оставлю такого косяка не бывает ну смысле с ним можно бороться ну а персонаж в принципе если вы все подправите вы видите что так-то ничего не заметно конечно можно вот эту часть обыграть цветом цвет увести допустим с этой стороны персонаж будет казаться более-менее такой попышнее вот этих как косяков на анимации в принципе заметно будет но не до такой степени как вот сейчас все вывернуто еще что хотелось бы рассмотреть раз уже все персонаж стоит включен давайте посмотрим как готовой анимации вставлять до какой-то предмет в данном случае это будет штанга и так имеем штангу имеем анимацию персонажа включаем мов все это дело подтягиваем ток ты я не на том включен пардонте тоже вот такой косяк бывает когда вы начинаете двигать персонажа не выбрав кости так выбираем штангу и штангу подводим именно к кисти вот сюда смотрим чтобы все более-менее тут вы видите что по хорошему пальцы еще можно подожать как-то тут все отрегулировать подкорректировать чтоб симпатичнее было ну вот штанга находится в руках опять выбираем косточки и ставим видимость костей спереди выбираем сначала штангу или предмет который у вас есть нож автоматом ну без разницы теперь вы перешивте вы щелчок мыши выбираем кости и заходим в пост мод пост мод выбираем кости вот эту кость и вот эту кость и решим и жмем control и он вытаскиваем таймлайн вперед и смотрим что будет происходить вы видите что она привязана но ведет себя неадекватно и вот когда вы видите что садится именно персонаж вот эти казусы тоже будут если тянула подмышку вот это все будет вылазить это все нужно убирать опять же заходить скульптинг и сглаживать как-то рассмотрим почему штанга падает вернемся где-то вот к этой части где мы вставляли эту штангу выбираем штангу глит у нее есть тут анимация если есть анимация на штанге конечно тоже удаляйте это вот еще один так сказать предмет для рассмотрения теперь выбираем в обшмот штангу и давайте заново ее привяжем вот сюда смотрим со всех сторон так в принципе вот она уже на месте теперь заходим опять же выбираем через shift кости и заходим посмотрим что сейчас будет происходить с моделью а вы видите что одна рука держит штангу а другая нет откуда это все идет оттуда что штанга вы видите имеет привязку вот точно сейчас я вам ближе покажу ее вот эта вот точка это привязка геометрии и что нужно сделать как это все исправить вертаемся назад на момент где было все правильно вставлено но допустим вот сюда смотрим чтобы тут все нормально опять было выбираем те же сбрасываем выделение выбираем вот эту косточку а теперь вот эту косточку почему идем от точки именно привязки вот точка привязки находится вот она теперь от нее идем к этой руке и жмем ctrl пи он немножко она съехала не беда и это дело мы все так ctrl z опять же не забываем снимать выделение и зайти в объектный режим выбираем штангу и поправляем ее как надо по рукам так вот она чуть-чуть сместилась вот такая штука чтобы увидеть как тут все выглядит не отключая кости нажимаем вот на этот значок show overlays и вы видите что пальцы то не там нужно все это немножко транспозом подогнать подкрутить так и немножко усадить ниже ну так как то не хочу на этом держит зацикливаться давайте посмотрим что теперь произойдет если мы будем тянуть таймлайн над всем он держит нормально штангу так штанга отрегулирована и руки вот здесь находится а вот это казус вот этот казус он будет вылазить на как на каждом кадре потому что все эта модель ее только на выкид или делаете когда вы делаете сами рик вот этого не будет происходить там вы сами можете костями дополнительные косточки поставить как-то отрегулировать где-то что-то потом в процессе анимации если вы сами делаете подтягивать словом будет все нормально ст позы повторюсь вот такого косяка не происходит рассмотрим те что такое название лома ломание сустава ломка сустава это если вот выбрана вот эта кость допустим вот она перекручена вот так и локоть вот так вот где-то рука смотрит вот так называется ломка сустава вот так вот такая штукенция теперь давайте рассмотрим модифицированную т-позу как она выглядит значит первое персонаж согнуты ноги в коленях вот так вот чуть-чуть также согнуты локти в локтях руки в локтях пардон вот это кисть находится ладонью вперед то бишь вот таким вот образом и рука немножко опущена вот где-то вот так вот это называется модифицированная т-поза а поза вот это а поза сейчас так вот я читал очень часто стали использовать а позу почему-то в мультипликации ну это информация именно из интернета что очень хвалят а позу ну в принципе вот сколько я сделала своей анимации хороший или плохой ну в принципе вот с позой работает проще возможно где-то в каких-то моментах при опуске руки что-то да там изменяется не так здесь вот понятно что плечи вот они плечи они уже на уровне да когда вы делаете ты позу вот вы сделали позу вроде все нормально плечи находятся да тут все по анатомии вроде что-то подходит и проводим допустим вот эту линию вот эту верхнюю но тоже все нормально но когда начинаем менять позу получается вот как в этом ролике смотрим с плечами так всем пока все что хотел рассказать именно как получилось уж донес до свидания